В городе снова череда событийных мероприятий. Новую волну сменит фестиваль молодежи и студентов. Разговор о завтрашнем дне. Молодые люди со всего мира начнут в Сочи 14 октября. А вот подготовка к международному событию должна вестись уже сегодня, подчеркивает Анатолий Пахомов. Глава города отмечает принимать десятки тысяч гостей. Курорт будет в период бархатного сезона, при том загруженным на 89%. Гостиничный сектор на октябрь уже продан. Поэтому особое внимание, впрочем, как всегда, на безопасность. Подключиться к работе снова необходимо общественникам и возобновить работу с правоохранителями. То есть передавать полицейским информацию о лицах, проживающих в гаражных кооперативах и садоводческих товариществах. Благодаря такой схеме только за месяц стражи порядка составили 50 уголовных дел по фиктивной регистрации иностранцев. Основное уже место проведения фестиваля молодежи – Олимпийский парк. Там, говорит Пахомов, необходимо пресечь незаконный бизнес местных предпринимателей, который, ко всему прочему, небезопасен. Электро- и мототранспорт, который сочинцы и туристы берут на прокат, становится причиной ДТП. Я прошелся по набережной, увидел многочисленное количество гонщиков на этих электровелосипедах, потом как электросамокатах. Ну, все, что можно, все там неслось опять. Скорость не меньше 50 километров. Это ужас, конечно. У нас сегодня в Амеретинской низвенности даже дети дошкольного возраста едут за рулем этих транспортных средств. Это безобразие. До 10 октября требует мэр в Амеретинской низвенности не должно быть ни одного, в том числе двухколесного транспорта с электродвигателем. На въездах могут установить и турникеты со шлагбаумами. Также глава города потребовал установить в Амеретинке вывески, предупреждающие о запрете пользования техническими средствами передвижения. У департамента оформления дизайна городской среды три дня на изготовление таких информационных плакатов. Это в первую очередь наши предприниматели Агверского района, которые неуправляемые. И они плевать хотели на сотрудников полиции, которых их предупредили. Надо корень искать. А корень это прокатчики. А с прокатчиками могут, они нарушают закон. С нарушителями закона кто должен работать? Только полиция. Участковые должны обойти эти пункты проката. Наказывайте по статье 19.3. То есть отдавайте в суд. Вы же этого не сделали еще? Нет. Не привлекли. Среди докладчиков сегодня и руководитель городского департамента транспорта Юрий Усачев подвел итоги работы, проведенной по поручению главы города. Задачей специалистов было в прямом смысле слова разрулить ситуацию на авто и жидовокзалах и ликвидировать заторовые ситуации. Составляются административные протоколы, которые за собой влекут штрафы на водителей легковых такси, которые нарушают правила дорожного движения в местах массового скопления людей. Много вопросов сейчас предстоит решать и МУП Водоканалу. Хотя сегодня проблем с водой в городе нет. Провокации коммерческой организации не прошли. Как известно, руководство ООО Сочи Водоканала пытается скрыть часть муниципального имущества. Этим вопросом будут заниматься правоохранительные органы. Подробности неэффективной работы бывшего арендатора станут известны на следующей планерке. Вопросы жизнеобеспечения в городе первостепенные, но о праздниках тоже не забывают. Завтра, 13 сентября, в крае отмечается 80-летие Краснодарского края. В Сочи в 16 часов состоится торжественное шествие. Встреча у здания Морпорта.